а вы помогаете каким-то образом сейчас украине как-то пытаюсь менять из военного в украине сейчас а так конечно монобанк уже знаете такой банк есть украинский там саксофон а слева с израильским флажком тоже круто вы израиль и тянем нет и американец чистокровный это в америке чистокровные только есть это немножко подошибся вы имеете ввиду в каком поколении первом втором америке иммиграция большая я приехал стадион штат америки 30 лет назад ухты откуда приехали из украины из киева киев очень знакомая ситуация а вы я живу в граммане приехал сюда в начале 22 года сам родом из днепропетровской области понятно что 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 вас потолкнуло на такую мысль приехать садюшат америки я был очень молодой уехал был только распался советский союз и мы уехали прикольно а вы на это что вас потолкнуло я позднее приселение с у меня прадедушка был немцем на этом основании сделал гражданство граммании понятно сша легко сделано таблине сильно сложно сделать получи гражданство нет если легально приезжаешь садим штат америки через пять лет и может гражданство серьезно после green card да вот получаешь сначала зеленую карту через пять лет можешь получить граждан а есть такое типа там на нацию смотрят там откуда ты приехал кто ты такой нету такого нет америка это свободная демократическая страна поэтому есть например люди которые играют в розыгрыш батарею даже как выдать на это есть квота какая-то то есть есть количество людей которые могут играть а так принципе самое главное что были все документы правильные по какому статусу человек хочет приехать там беженец он или например он приехал по рабочей визе а потом решил остаться то есть по разному люди есть люди приезжают женятся выходят замуж например тоже остаются есть днем приезжают то есть по-разному бывает просто у нас граммании сложновато получить то есть как бы тоже условно ты живешь здесь 8 лет получаешь гражданство не живешь 8 лет извиняюсь платишь ноги 8 лет после этого можешь получить гражданство но вот а взять любого араба я ни разу не встречал чтобы у араба было здесь гражданство хотя они здесь живут очень долго 90-х с нулевых 90-х ни у кого еще нету не я думаю что все таки есть у кого-то да например просто я знаю что было очень много беженцев количество людей очень большое то есть например есть и из той же украины едут но сейчас там беженцы до представьте какое количество вообще бежала когда были там воины в ираке сирии что и жидо вырано и так далее вот взять тех же украинцев украинцы сюда приехали они в первые две недели получили внж до 20 на 4 года что ли и насколько там арабы здесь без внж сидят у них есть желтая бумажечка и более ничего более не выдают из-за этого рабочей сильно не поняли ситуацию поэтому по тому поводу что как так они за две недели получают внж я здесь живу 11 лет у меня ничего нету то есть у них есть такое и вот еще был момент это было паспортном столе но я в плане того что здесь есть какая-то долька нацизма что я очень сильно осуждаю мы были паспортном столе занимались у нас тогда еще не было граждан с игром они вот и мы права ли туда украинские документы на осмотр какой-то или что-то в этом роде и с нами общались как с полными собаками там женщина была ну прям документы не ложила не давала а кидала задавала какие-то глупые вопросы ну такое свинское поведение в моменте она спрашивает это все ваши документы мы говорим нет по наши немецкие документы там-то там-то а если в этот момент речь зашла о немецких документов значит мы или немцы или не либо же идем на гражданство она сразу такая опа и более вежливее что ли уже документы не кидала ложила аккуратненько то есть такое здесь есть я думаю что возможно возможно это связано с тем что вот кому-то обойдут гражданство кому-то я думаю что я думаю что просто вам попался такой человек это человек может быть в любой точке мира и стране это раз во вторых человек мог проснуться у него какой-то день не так пошел это не массовая то есть я никогда не видел германии нацизма да и то есть даже если исходить из такого выборочного случая это все равно не говорит о том что германия есть нацизм нацизм есть вот в россии да это самая настоящая страна в которой ну есть такое слово даже расшизм до страна которая повторяет вот те ошибки которые когда-то делала нацизм германия но это само собой в нацизме есть везде в любой точке мира от этого не убежать потому что люди разные у каждого свои татаканы в голове но я здесь часто нет я имею ввиду на уровне правительства он смотрите какое-то количество людей которые поддерживают какую-то идеологию да вы правы есть во многих странах на уровне правительства вот это же очень самое такое самое важно вот в россии на уровне правительства сегодня самый настоящий расшизм это имперская захват и территории это уничтожение людей по культурному и скажем другому признаку то есть только потому что человек украинец и например говорит что я хочу поднимать украинский флаг говорить на украинском языке а россия ему говорит нет ты такое делать не будешь потому что мы тебе это делать не дадим это ему то есть ну если уже приходить на политические точки то тогда само собой граммания не не нацистская сторона так сказать россия в целом да да они сами себя наград божие мне знакомые чеченцы там кошмар там их избивают допрашивать я не знаю по каким поводам либо же что-то там произошло какая-то утечка информации может прям на улицах ловят а если ты там с девушками стоишь общаешься либо же еще что-то вот знакомый не рассказывал он выехал недавно из чечни вот из-за этого потому что его избили там какие-то допросы были непонятно ведь я даже не понимаю из-за чего это это не только он один там сколько шесть семей по моему приехала только в этот городок куда-то мне небольшое 100 тысяч населения вот то есть ну такое это еще раз показывает но смотрите чеченцы там и чкерия это совершенно разные вещи я знаю очень достойных людей из тех мест да просто сейчас там банду вот именно почему когда мы говорим про нацизм до или расизм это идеология уже и в этой идеологии есть связка например вот кадыровцы это не чеченцы это кадыровцы и их в принципе суть вот сегодняшней россии это вот делать то что вы сейчас и озвучили часто вот например сын кадырова да он там ходит рассказывает и агитирует других людей чтобы они шли на войну в украину понимаете да а украины медали висит ну да эта система вот именно в тоталитарных стран когда свое время был советский союз тоже любители раздавать сами себе медали вот сын там дочки у кадырова они все там столько титулов у них столько медали столько заслуг столько наград и столько награждений и все окружение путина и все окружение кадырова это близкие люди которым в принципе дали власть просто так только потому что они находятся рядом вот царем с этой это есть эта система которая тоталитарная группка людей захватила узурпировала власть теперь издевается население население молчит получает за это и принципе она отвечает за то что она допустила таких людей при власти я перестал вас слышать сейчас тоже не слышно вот сейчас слышу я наверное закрыл микрофон людей жалко обычных вот те что сюда приехали вот кто-то избили про ней они в шоке в полном они в чужой стороне где они никогда не были выбить чеченцы да или да 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 вот они сюда приезжают ну вот мне парень рассказывал он стоял с девушками каким-то в магазине общался то ли познакомился так это еще что то подъезжают машины его записывают и везут в отдел еще как бывает знакомятся в соцсетях под видом девушек либо же реально девушки подговоренные так сказать девушки приглашают про нее там на квартиру либо же куда-то еще отдыхнуть они соответственно сама собой едут их там встречают уже ждут ребята масках то есть ну и из-за чего это непонятно это делается только для контроля вот все это то что происходит сегодня на территории россии включая чечню потому что чечня в принципе сегодня живет по своим законам любые кадыровцы могут приехать в любое место он не не знаю вы смотрели последние новости когда там генерал один чеченский его в пьяном виде остановили потом его арестовали а потом группа приехала за ним и забрали этого генерала то есть откровенный беспредел то есть показывает что страна живет не по законам а принципе вот группировки там находятся те группы профи которые имеют больше сил и возможностей вот эти группировки и руля хотя уже есть очень много достойных честных открытых и талантовых людей от этого теряет в первую очередь сама россия люди которые что-то могут делать разных национальностей из россии уезжают они приезжают в германию садимшатой америки и свои мозги отдают этим странам что в принципе помогает этим странам развиваться а россия только теряет и все равно в какой-то момент она получит за все это бумеранг никто не отменял это раз а во-вторых все страны сегодня объединяются против этой идеологии под названием расшизм это да это да по поводу беспредела боже можно было уже сумеется на крокусе там вы же знаете да там от крокуса пять минут ходьбы там какие-то главный московский суд и напротив него еще какое-то важное госдание то там полиция рядом да нет это все было понятно и предупреждали и путина лично предупреждали и власти российские разведки разных стран мира предупреждали это понятно что в принципе это было сделано для того чтобы опять снова свое население до подогре своем населении ненависть по отношению других чтобы перенаправить именно чтобы население ненавидела кого-то а не саму власть так это было много раз это делаю специально для того чтобы власть продолжала быть в их руках также как чеченские войны устраивали теракты фсбшники спихивали все на чеченцев дабы поднять патриотизм и после этого и люди реально шли воевать типа у кого-то знакомый друг близкий кто-то погиб он такой ох эти чеченцы я пошел воевать такое было не рассказывать сейчас если послушать книги по истории вот российская история они учат вам там девятом десятом одиннадцатых классов если вы почитаете эту историю это даже не альтернативная история это просто откровенная ложь они там и про войну чечне пишут и пишут про то что происходит в украине сегодня откровенная ложь просто вообще там много чего вообще не описывается называют негодяев героями и наоборот все перекручивают говорят про каких-то какое-то меньшинство в украине которая терроризирует всю украину ну здесь так примитивно сказать а не дословно я говорю да ну примерно что группа людей маленькая да вот а вот это она все делает неонацисты в украине но откровенно самое обидное то что люди рождены в советском союзе которые ну как по мне это должны мыслить правильно по тому поводу что украинцы были в россии по всему советскому союзу также русские по всему советскому союзу армяне и так далее все тут у друга в лес создали никто не против кого-либо ничего против не имел и тут все вот эти вот деды уже на этот момент да там которые родились еще фиг знает когда советском союзе видели всех всех своих глазах имели представление и так далее сейчас поддерживают россии путина и так далее я не понимаю почему так если ну ты же своими глазами видел украину в советском союзе там все тут указали чуть ли не видится этому там в каждый каждый там украине знал и русского у него по-любому там близки знакомы там родственники может где-то жили ездил в гости вот как у нас у меня родственники живут и в россии в казахстане а по-моему еще где-то ну и стран бывшего союза вот ну то есть в этом плане что каждый каждому ездил в гости и так далее видел со своими глазами и так далее тут бац у нас в моменте хоп и привернулось такое это не было в моменте это было очень много лет даже были люди в украине которые жили и другим остальным людям говорили что обязательно будет война что россия всегда ставит нож в спину и так далее а на этих людей смотрели и говорили им что шо вы такое вообще говорите это наши братья там и так далее да и в конечном итоге эти люди оказались правы те люди которые следят за историей за циклом историческом понимают процессы исторические вот они сразу понимали что и когда может произойти по с того момента когда произошла узурпация власти в россии можно было ожидать всего почему потому что власть узурпированная всегда будет делать так чтобы настраивать свое население против какого другого населения именно таким образом они перенаправляют свою вот ненависть а также ненависть людей которые накапливаются на кого-то другого это в принципе очень такая примитивная но такая рабочая лошадка в психологии вот это то что дело все эти годы россия путин просто может стоять кабинете своем дали с кем-то и смеяться дурочки посмотрите мы какую специальную операцию провернули да он же все время социальные операции проводит этот недоразвитый путин да это кошмар и самое непонятное то как люди это люди его поддерживают потому что думаю их это никак не касается россия большая там попробую еще что-то сделать но все же не знаю люди какие-то немножко тоже ну не все конечно мне есть знакомые русские которые довольно-таки грамотные понимают что где происходит просто нету возможности выехать либо же еще что-то в этом роде то есть не все не все там тупо рыва я те кто самые умные не молчат потому что ну а что путин самом начале вот полномасштабного вторжения он открыл границы специально дав возможность всем тем которые не согласны и которые или колеблющие да чтобы они уехали из страны чтобы не мешались а в истории уже такое было то есть швандеры шариковые люди которые не умеют думать анализировать вот это те которые в пьяном угаре могут кричать мы великие мы сильные мы всем покажем и для них в принципе это что-то такой как шанс появляется да он по сути должен работать в лучшем случае водителем троллейбуса до условно говоря ли я не хочу никакую профессию виде потому что для для меня любая специальность она в принципе нормально для человека но я имею ввиду что не интеллектуальная да а ему вдруг говорят что ты такой крутой и такой сильный мы тебе сейчас дадим условно говоря вот луганск дайте теперь будешь начальником каким-то понимаете да а человек в своем сознании и вообще своих каких-то ну в своем опыте не достоин ничего этого и вот именно такие люди сегодня находятся на занимающих должностях и они именно сегодня видят себя такими творителями мира условно говоря хотя они недостойны этого само собой это правда да это это чем бы дитвина натисшилась а бытик и наплакала а вы помогаете каким-то образом сейчас украине как-то пытаюсь менять из военного в украине сейчас а так конечно монобанк может знаете такой банк есть украинский там бывает там какую-то монетку закинувать недавно ну не в этой рулетке общался там девочка была в голосовой чакру еще без хаймера попросила денежку у нее брат то ли без ноги остался ну я попросил там фотки либо же его контакты она прислала мне там все так убедительно там скинул сколько там было я грома не живу мне особо такой возможности нету пополнять украинский банк чтобы там пользоваться нет я даже не говорю вот даже может быть не деньги до чем-то и ну вы говорите у вас отец находится низкий поклон от меня лично передавайте а так конечно как-то постоянные сборы идут в инстаграме я сижу в сборе денег на бригады там на что-либо на дроны на этим на тепловизор и так далее или не тепловизор при бреночном виде ну что-то да 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 я понимаю там сборы на все идут конечно когда могу чем-то помогаю а так тогда а что ваш отец рассказывает вам в целом мы особо на эту тему не общаемся он ему ему нельзя говорить где он чем он там занимается скидывал он вот и все больше про него принято еще не знаю был был где-то в направлении и все больше больше ничего не говорил ну ну и не надо я понимаю в целом ну если он появится самостоятельно за украина гришь что в типа мы их делаем но поначалу да поначалу говорил что у нас такая плане того что все соцсети по новостям даже говорили что вот русские отправляют только и только там 18-летних которые там даже грубо российской жизни не видели да папа не говорил что там довольно таки обученные поначалу люди были сейчас уже не знаю грит так что немножко нам приврали но говорит все же наши наши сразу там очень много из тюрем по выпускали там очень много людей которые заразы такие даже приступление то есть им разный вот так есть нет и ротации делают русские и мобилизация у них постоянно идет иногда скрыто это они делают надо открыто они это делают она не перестает поэтому я считаю что сейчас вот партнеры украинские до передают то что может включая с америки где я нахожусь да вот сейчас новая помощь идет поэтому самолеты скоро будут 16 в украине поэтому я надеюсь что ближайшее время все начнет меняться кардинально и украина быстро быстро это все приведет к логическому завершению надеемся очень сильно на это надеемся я вам скажу так я здесь общаюсь россия блогер я естественно поддерживаю украину общаюсь много диалогов меня с россией но мне видите мне было очень приятно с вами пообщаться вот вы из берлина так попалась бывает да хотя у меня россия выбрана но ведь иногда попадают другие страны да у вас тоже с россия стоит да но у меня стоит россия под именно потому что я общаюсь россии но никогда увидят россия а потом они за моей спиной видят видите у меня есть израильский флаг да украинский и американский и вот у них этот диссонанс когнитивный случается украинский и американский не вижу кстати не видите странно вот видите там где саксофон и труба и вот там есть израильский флаг украинский пациент с трубой там где стоит оттуда до туда уже не добивает камеры интересно возможно из-за того что мне телефон как бы картинка сужается обрезается уже я вам могу дать свой канал придете посмотрите и увидите давайте почитайте хороший комментарий про себя секундочку вы в эфире сейчас нет я сейчас в записи ну вы посмотрите я думаю что то и интересно будет людям послушать и полезно понимаете вашему папе большой респект передавайте вообще и всех людей я думаю что я сейчас выражаю не только свое мнение но и людей которые смотрят мой канал это большое большое ему спасибо за то что он делает и передать вам обязательно берег себя и чтобы у него все было хорошо ну и естественно вас тоже спасибо большое вам удачки всего хорошего зрителям привет вам плаву вот так друзья да парень находится в германии и его отец находится сегодня в украине я естественно звук уберу там и он говорит что-то такое да для того чтобы это не было в эфире а так друзья вы все слышали напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу я думаю что парню будет очень приятно почитать я вам когда всем желаю добра любви счастья благополучия понимания скорейшей победы и мира и мы с вами скоро увидимся пока в в и и и и и